Подолжаем работу в прямом эфире, и сейчас мы поговорим больше об экономике, о бюджете и о налогах. У нас в гостях как раз член комиссии Сейма по бюджету и финансам Игорь Пименов, который только что пришел в заседание парламента. Сегодня как-то необычно долго было заседание, с 9 утра и до 16.14. Последнее заседание. Последнее заседание перед летними каникулами. Добрый день, Игорь. Я знаю, что еще неделю тому назад была интересная дискуссия, которую вы уже инициировали, о прогрессивном налоге. И коалиция тоже начала обсуждать разные элементы прогрессивности. Правда, они это все пытаются под соусом необлагаемого минимума представить. Сейчас мы попытаемся обо всем этом поговорить. То, что вы, как представитель социал-демократической партии, согласие выступаете за прогрессивный налог, давно это ни для кого не секрет. Но давайте попытаемся сейчас соизмерить, если так можно сказать, ваши пожелания с той реальной политической ситуацией, которая у нас есть. Вы нам тоже понимаете, что может добиться в нынешних условиях и что нельзя. Может быть, с этого и начнем. Можно ли было бы сейчас, с учетом и политической составляющей, ввести прогрессивный налог? Ну, к примеру, со следующего года. С точки зрения экономической составляющей, его надо было вводить сразу после перехода, совершенно с начала осуществления рыночной экономики, с началом перехода на свободно-рыночные экономические отношения. То есть, говоря по-народному, с началом капитализма, восстановленной независимости. Политически, безусловно, обстоятельства в этом году более благоприятные даже, чем год назад. Не говоря уже о том, что было значительно раньше. Дело в том, что, если наши слушатели не забыли комментарии Лаиндоте Страу, министра финансов Рейера, других ведущих политиков и министров нынешнего правительства, рефреном ко всем разговорам о бюджете идет фраза о том, что у нас денег не будет на пенсии, на повышение зарплат работникам публичной сферы, то есть, учителям и врачам. Денег не будет ни на то, денег не будет на это. И таковы условия экономического развития и так далее и тому подобное. И деньги брать неоткуда. Вот неоткуда. Единственный источник, откуда можно взять деньги, это еще тоже подтянуть пояса, это выжимать... Консультация, в общем. Из тени предпринимателей и со всем этим по большому счету можно согласиться, это все правильно, но что это все нужно делать. Но, с другой стороны, совершенно не принимается во внимание такой источник пополнения бюджета, как подоходный налог, который является одним из основных источников практически во все государства земного шара. Обеспечивается значительное вливание посредством взимания подоходного налога именно применением принципа агрессивности в отношении налогообложения налогов, доходов. И делается это благодаря введению нескольких порогов налогообложения, нескольких ставок. И чем больше сумма налога, которая облагается этим подоходным налогом, тем больше ставка. Больше того, можно сказать, что небольшие доходы вообще не облагаются подоходным налогом, а доходы большие облагаются по ставке, не в два раза превышающей налоги среднего класса. Таким образом обеспечивается как раз дополнительные денежные средства, из которых можно потом уже распределять деньги и на повышение пенсии, на индексацию, которую сегодня очень бурно и противоречиво обсуждали на заседании Сейма. И на повышение зарплат медикам, которые, особенно квалифицированных сестер, сестеров, которые уезжают из страны, не находясь здесь достойного вознаграждения за свою родину. Вот почему это становится актуально. И о том, что прогрессивный налог выходит на повестку дня, обстоятельствует два обстоятельства. Первое, что о принципе прогрессивности, или точнее о начале перехода к прогрессивности заговорили политики из правящей коалиции и даже из единства. Правда, они указывают на прогрессивность в введении дифференцированного необлагаемого налогоминимума. Проявляется это будет в том, что необлагаемый минимум доходов будет тем больше, чем меньше доходы, а для больших доходов он вообще будет в принципе отменен. И это правильно, это надо безусловно применять, но это явно недостаточное средство. Это в наших условиях, это просто косметика. Это не решит ту задачу, с которой сейчас столкнулись при финансе правительственного бюджета, то есть нехватке свободных средств, недостаточности к поступлению в бюджет. Для того, чтобы это сделать, нужно вводить прогрессивный налог. Так это делают, повторяю еще раз, практически во всех государствах Европейского Союза. Хорошо, а мы в результате не загоним экономику еще больше в тень? Ну, будет зарплата в конвертах свыше какого-то уровня. Во всех государствах земного шара, которые применяют подоходный и прогрессивный налог... А таких большинство все-таки, да? Большинство. Так вот, во всех государствах это не является главным, по крайней мере, источником заведения предпринимателей в тень. Обращу внимание, что прогрессивный налог отсутствует в первую очередь в государствах, которые вышли из Советского Союза. Все 15 государств пользуются одной ставкой подоходного налога, постоянной для всех, независимо от причины налога. В эту компанию входят также 2 или 3 государства... Нет, 3 государства Балтии, Латва, Литва, Эстония, а также Венгрия и Словакия. Вдобавок некоторые острова Карибского моря и, насколько я знаю, Уругвай. Вот и все. Повторяю, все ведущие державы мира, свободно-рыночные, на которые молится наша политическая элита, на самом деле давно, еще в 20-е годы прошлого века, ввели прогрессивную шкалу налогообложения. И это обеспечило рост американской экономики, это позволило американцам поднять свою армию до такого уровня, что они могли в составе советских войск успешно вести бои против Гитлеровской Германии. Это подняло науку и систему здравоохранения американскую, сделало Америку той страной, которая сейчас в значительной степени. Повторяю, те, которые эту шкалу не водили, остаются государствами с очень большой социальным неравенством и с постоянно стагнирующей, развивающейся очень медленной экономикой. Это следствие того. Мы как раз являемся об этой во второй кампании. Так, у нас много звонков, возможно, как раз и на тело прогрессивного налога. Сейчас мы будем эти звонки принимать. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Знаете, я думаю, что вряд ли введение прогрессивного налога, например, будет стимулировать большой приток людей, которые пойдут в предпринимательство. И, значит, упование на Америку, что это один из рычагов ее процветания, но, во всяком случае, достаточно спорный вопрос. А я хотел бы вот предложить какой. Может быть, даже и эта идея имеет место быть, и она имеет прогрессивную, так сказать, основу. Но не кажется вам, что нужны какие-то вот переходный период? Я бы предложил совершенно фантастический, но, может быть, в какой-то мере реальный вариант хода развития этого вопроса. Вы знаете, вот принцип добровольности введения прогрессивного налога, ну, хотя бы на первых этапах, там, 5 лет или 6 лет. Вот, например, я согласен платить, например, не сейчас 2 тысячи евро себе зарплату, а 5 тысяч евро. Естественно, будет шкала прогрессивного налога, значительное увеличение налоговых поступлений. Но договоримся вот с государством на такую простую сделку. Из 50% этого налога, который вы будете собирать у меня, да, 50% зачислите на мой персональный пульт, значит, счет какой-нибудь, из которого я могу только оплачивать две вещи. Образование своим детям и, значит, здравоохранение, и то в пределах, например, услуг госучреждений. Тогда у меня будет символ, значит, во-первых, платите этот налог, это раз, и, во-вторых, я буду знать, что в какой-то мере эти деньги пойдут на меня. Спасибо. Безусловно, то, что вы сейчас сказали, один из... Спасибо. Интересно. И это не единственный способ мотивировать людей платить большие суммы, но при этом убеждать их, что деньги, которые будут заплачены в бюджет, совершенно очевидным образом будут потрачены, будут последствия использованы им же на пользу. Вне всякого сомнения, так оно и есть. Только я бы хотел вас, как бы, ну, предупредить вас против того, чтобы этот подход был как бы индивидуальный. Правило должно быть одно для всех. И здесь выбор должен скорее состоять не в том, чтобы хочу, плачу налог, хочу, не плачу налог, а если, допустим, не плачу, тогда кто будет за место меня платить и содержать работников общественной сферы, услугами которой мы все пользуемся больше или меньше. Потому что, в конце концов, страховые случаи с нашим здоровьем – вещи достаточно случайные, к сожалению. И поэтому система социального страхования и здравоохранения должна работать универсально для всех. Но я с чем-то также согласен, что то, что я описал в самом начале нашего разговора – это не единственное средство, которое необходимо… То есть, не единственный элемент той системы, которая должна быть осуществлена, чтобы система прогрессивного налога работала. Не всякого сомнения, это так. Нужно еще добавить следующее условие. Прогрессивный налог, единая ставка прогрессивного налога, которая в этом году составляет 23%, должна быть не только заменена. Я вот, допустим, предлагаю по тем расчетам, которые были сделаны осенью прошлого года, ввести три ставки. Значит, сейчас 23%, я предлагаю ввести 15% для ежемесячных доходов – 1200 евро, от 1200 до 2000 сделать ставку 25%, то есть больше, чем сейчас 23%, а свыше 22 тысяч евро в месяц ввести ставку 3000. Это очень щадящие условия. Обращу внимание, что в некоторых государствах Европейского Союза ставки подоходного налога с физических лиц приближаются к 50%. Я не говорю о тех запредельных заоблачных ставках, которые хорошо известны по случаям таким совершенно экстравагантным, которые побуждают известных актеров вообще менять гражданство и перебираться на постоянное место жительства, допустим, в страну, где как раз нету прогрессивного налогообложения. Я говорю о случае с Депардье, о котором я хложил в Мордовию. Важно, чтобы ставки подоходного налога были одинаковы для всех видов доходов, не только для зарплат, но и для распределенной прибыли, для дивидендов. Он может привести в другую отрасль, может по-разному учредить и ожидать свои предприятия, в том числе не только в стране проживания, но и в ближайшем соседстве, например, в соседней Эстонии, как вариант, или в Литве. Человек, который ходит на работу и находится там от звонка до звонка, всех этих возможностей лишён. Поэтому облагать его доходы, даже при очень большой зарплате, но надо очень осторожно увеличивать доходы, налоги, прошу прощения, но прежде всего на предпринимателей. Но это вовсе не означает, что они тогда и будут ущемлены более чем кто-либо другой. Это отнюдь не так. Система предполагает, и вот я являюсь активным сторонником того, чтобы в государстве перестали взимать подоходы налог с предприятий в том случае, если прибыль инвестируется в производство или накапливается, оставаясь нераспределённой. Это даёт возможность предприятию накапливать средства в течение двух-трёх лет, чтобы потом вложить в более крупные проекты. Это указывает совершенно ясно мотивацию, что предприниматель, который потратит свои деньги не на потребление, не на новый автомобиль, не на поездку на курорт, а будет вкладывать в развитие своего предприятия, поменяет компьютерный парк, отправит на обучение нескольких специалистов, введёт новые технологии, он будет поощрён большими доходами, а значит, в конечном итоге и большей прибылью. То есть, канализировать инициативу людей – это очень важное направление налоговой политики. И как раз такой подход и обеспечит, в общем-то, в пределе исчерпывающий выход наших предпринимателей из экономики. Потому что спрятать деньги в тени станет невыгодным. Но это, повторяю, это тема дополнительного обсуждения. Очень важно понять, какая часть реальных денег у нас является распределённой прибылью. Если в 2012 году эта сумма составляла примерно 24-26 миллионов евро, в прошлом году около 30, интересно узнать, что будет в этом году. Мы заказали данные из службы госдоходов, получили их. К сожалению, конференции я не успел их просто как-то обобщить, рассчитывая, что до составления бюджета будет проведён анализ и будут подготовлены соответствующие предложения бюджету следующего года. Кстати, ведущий нашей программы Абе Крилкин задал вопрос, какие политические условия, которые способствуют или не способствуют применению этой системы. Я упомянул, что среди разных политических партий, представленных всеми, уже сейчас есть разные политики, которые поддерживают в той или иной степени введение прогрессивности. Они участвовали в нашей конференции, которая была 5 июня в Красном зале Латвийского национального парламента. Этот депутат Бриверс, этот депутат Кирштейнс поддерживает в той или иной степени, участвует в нашей работе Роман Снауденч, который, кстати, является руководителем Народно-хозяйственной комиссии. И, собственно говоря, под его подписью, условно говоря, президиумом дал согласие на проведение этой конференции. Это вовсе не означает, что мы тут создаём какую-то суперфракцию. Вовсе нет, каждый остаётся при своих убеждениях, но ясно понимая прагматическую ценность того или иного экономического решения наших проблем, я считаю это мудро наводить мосты между политиками разных политических ориентаций, чтобы добиться серьёзного общего успеха. И сейчас, я полагаю, если прогрессивность будет становиться всё больше и больше в экономической и политической моде, это наше ближайшее будущее. Повторяю, надо всё сделать по уму, надо делать, как сказал наш коллега-слушатель только что, с некоторым переходным периодом. Поэтому, кстати, пороги ставок, которые я назвал, не так уж сильно отличаются друг от друга, это не 5% и 50%, а это от 15% до 30%. Это, повторяю, достаточно посильно. И мы могли бы с этого хотя бы начать. Вот сейчас у нас будет небольшая пауза на новости, но в первой части. Вот многие, вот я знаю, сейчас идёт у нас, кстати, работает и видеочат, можете задавать вопросы и по нему, упрекают вас к тому, что вы как-то всё тянете к социализму. И это как раз не будет способствовать предпринимательству. А что называют те, которые нас упрекают социализмом, что они называют социализмом? Нет, это существенно. Если для этих наших слушателей социализм это всё, что не капитализм, тогда я задаю вопрос, что такое капитализм? Мы исходим из того, что в условиях, что мы отказались от административного управления экономикой, командным способом. Мы поддерживаем рыночное регулирование, но вместе с тем нужно помнить, что экономический рынок – это не тепловое бронусское движение, а частиц. Это политический институт, и в каждом государстве он конструируется по своим правилам. Задача рыночной экономики одна и та же. И она совпадает с той задачей, которую ставит себе государство, которое нас слушатели называют социалистическими. Хотя я как раз отношусь к тем, кто не считает, что в СССР экономика была социалистическая. Распределительная экономика – это, в общем-то, далеко не тот экономический идеал, с которым и Маркс, а впоследствии и Ленин говорили о рыночной экономике. По Ленину вообще плановая экономика – это не командное распределение, это целесообразная пропорциональность. Это правило, которому следуют все нынешние успешные так называемые капиталистические государства. Поэтому здесь я предложил бы решать проблему по уму, а не исходить и отталкиваться как от прыжковой доски от некоторых идеологических стереотипов, которые мы часто принимаем, не вникая в них. Окей, тогда мы, например, сейчас до новости рекламы, во второй части больше поговорим и о бюджете, в том числе, и о нашей налоговой политике или отсутствии таковой. Оставайтесь с нами, Игорь Пименов, депутат Сейма, напомню, у нас в прямом эфире. Продолжаем работу в прямом эфире. Игорь Пименов, депутат Сейма, который работает в комиссии Сейма по бюджету и финансовым налогам. Вот как раз о налогах. Ну, мы знаем, что сегодня Сейм согласился повысить очередную ставку акцизы на алкоголь. Ну, я так понимаю, что это не все инструменты правительства, не исключено, что в следующем году опять повысится ставка ПВН или НДС. Видимо, опять акциз. Что еще могут повыить налог на недвижимость? Вариантов не так-то много. Но что, опять к этому мы идем? Ну, так если, поскольку правительство говорит, что денег в бюджете нету, и так называемый этот фискальный люфт, так сказать, не равен нулю, откуда же деньги брать? Только повышением налогов, классический способ со времен Древней Римской империи. Да, но акцизный налог повысился незначительно, прямо скажем, и не по всем статьям. Были предложения сделать это значительно энергичнее, и это вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции. Тому я был свидетелем на заседании бюджетной комиссии, и автор этих предложений, депутат Парадник, согласился на то, чтобы отказывать свои поправки только на тех условиях, что он будет их же предлагать к бюджету следующего года. Но Парадник, в общем-то, не ставит своей целью, в первую очередь, повышение исполнения акцизного налога, он руководствуется в большей степени, по крайней мере, так я это от него услышал, скажем так, ну, такой, ну, гуманитарной задачей, задачей идеологической. В государстве действует программа сокращения потребления алкоголя. Все исследования показывают, что потребление алкоголя среди молодежи, большинства подростков, больше того, младших подростков, значительно выросло за последние годы, и это приводит к ухудшению здоровья в более последующие годы, когда подростки вырастают. Больше того, это влияет на травматизм, в частности, на производственный и прочее остальное плохое, что только, наверное, нашим послушателям придет в голову, как следствие употребления или злоупотребления алкоголем, все это происходит. Чтобы этого не допускать, сократить употребление алкоголя – одно из направлений этой работы. И, в частности, вот одно из предложений – пойти по пути Эстонии и ввести больший акциз на употребление, на продажу крепкого спирта, коктейльных напитков и пива. Сейчас я не берусь назвать те ставки, которые предлагал господин Парадникс, но это тема отдельного разговора. Но, повторяю еще раз, и главная тема, из-за которой мы начали всю беседу полчаса тому назад, именно прогрессивный подоходный налог и акцизы, и налог на добавленную стоимость – это все как бы мелодии из одного концерта. И на одну тему – это все разговор о том, как лучше увеличить наполнение государственной казны. Но я обращаю внимание, что повышение собираемости налогов – это не единственная задача подоходного налога. Подоходный налог исторически стал применяться как средство социальной стабилизации общества. Мало кто, наверное, помнит, вот скажем, из среди моих ровесников, которые еще изучал революцию 1905 года по советским учебникам, что одно из требований рабочих, которые пошли к Зимнему дворцу 9 января 1905 года, было введение прогрессивного налога. В те годы хорошо все понимали, что социальное неравенство, которое возникает неизбежно в любой рыночной экономике, потому что при свободном рынке деньги имеют тенденцию объективную перетекать от бедных людей к богатым, а от богатых к еще более богатым. И в результате разница между очень богатыми и очень бедными становится просто вызывающей. Это приводит к социальному недовольству, а не просто гнеток к нищете и к требованиям социального характера. 1905 год, мы знаем, чем закончился. Первая русская революция, расстрелом рабочих в Петербурге. К слову сказать, в Риге за кровавым воскресеньем в Петербурге последовала кровавая четверг здесь у нас. И 12 января 1905 года погибло 200 человек, которые, с той демонстрацией, которые шли к дворцу губернаторскому, то есть Крежскому замку. Недаром называется улица, которая в Риге идет вдоль железнодорожной насыпи, улицы 13 января. Может, подростки и молодые люди об этом не помнят, но вот, к слову сказать, это запеклось на нашей истории. Я все это к тому, что все эти уроки, а это был не единственный урок, были приняты во внимание. Из Великой депрессии Америка вышла не в последнюю очередь благодаря тому, что был введен очень большой подоходный налог. Более 90% платили самые богатые люди Америки. Я уже об этом говорил, что именно это создало богатство и могущество Америки. Да, наш слушатель возразил, что не только это, конечно, не только это, но в том числе и это. Было другое потрясение, а именно приход национал-социалистов Германии. Базой социального протеста были люди, которые во второй германский экономический кризис потеряли все. И, в общем-то, они стали легкой добычей популистов, которые, в конце концов, привели Германию просто к разрушению. Ну, чтобы мы действительно совсем не отвлекались уже от нашей темы, мы знаем, что Минфин в качестве такого проекта пилотного предлагал вот эту прогрессивность применить в этой системе необлагаемую минимум. Там была сложная система, сейчас, наверное, мы не будем очень долго наших радиослушателей грузить этой системой, которая предусматривала, что вроде бы чем меньше зарплата, тем больше это необлагаемый минимум. Но сначала все платят одинаково, потом через год нужно заполнять декларацию о доходах, тогда тебе еще вернут. В общем, почему такая сложная система? Это вопрос к разработчикам этой системы. Ну, как он так, чтобы только попозже вернуть деньги, а пока ими попользоваться в госбюджете? Или так? Задуманная система, сложная в ее административном исполнении, и то, что вот вы сейчас пытались описать, это как раз является подтверждением тому. Больше того, вот выступавший на нашей конференции парламентский секретарь Арвил Асашер Аденса это признал, что так оно и есть, но посмотрим, давайте попробуем. Это только начало ведения прогрессивности, дальше будет видно. Ну, со всем этим можно согласиться. Я утверждаю следующее. Нежелание серьезно поднимать разговор о ведении принципа прогрессивности, полномасштабного, классического, применяемого во всем мире, в нашей стране, объясняется очень простой причиной. Большая часть политической элиты Латвийской республики сильно зависит от наиболее состоятельных людей нашей страны, которым придется расставаться с большой частью своих доходов, своих дивидендов в виде налоговых отчислений. И этот интерес главный, ведущий и определяющий среди тех причин, из-за которых прогрессивность до сих пор серьезно во внимание не принимается. Как бы не принимается. На самом деле это все внимательно выслушивается, но потом делаются прямо противоположные выводы. Много софистики. Вот начинают разговоры вести, да у нас же мало людей с большими зарплатами, он не сработает. У нас же не Польша там и не Франция. Но при этом делается вид, будто они не понимают, что мы предлагаем вести прогрессивный налог не только в отношении зарплат, но и в отношении дивидендов. В соседней Литве, социал-демократы, когда пришли к власти, два года тому назад, по-моему, они тоже шли, содержащие в своей программе требования введения прогрессивного налога. Поработав полтора или два месяца, развели руками. Ну, у нас такие маленькие зарплаты. Но речь не только о зарплатах, если мы говорим о прогрессивности, речь и о дивидендах. Наши оппоненты будто перестают слышать. Это, кажется, там, отец Горио, да, у Бальзака, он, когда речь заходила о деньгах, начинал заикаться. Так вот наши оппоненты, когда речь заходит о прогрессивном налоге, перестают слышать доводы оппонентов. Такое бывает. Понятно. Хорошо. Тогда, вот, может быть, попытаемся вернуться к тому, что есть. Вот, предположим, что не вводится прогрессивный налог, скорее всего. Возможно, со следующего года не введут вот этот дифференцированный необлагаемый минимум. Начинка введут, и мы это поддерживаем, потому что это лучше, чем визуально. Введут все-таки, да? Потому что социальные партнеры сегодня высказались против, а то, что пришла новость. Какие? Ну, видимо, профсоюзы, вот трехстранный совет, профсоюзы и работодатели в таком виде. Ну, еще впереди дискуссии. Тем не менее, вот если бы вы составляли бюджет, если не меняется налоговая система, можно каким-то образом стабилизировать бюджет и, не знаю, увеличить ассигнование на здравоохранение, повысить зарплату учителям? Ну, объективно. В этих условиях нет. Я утверждаю, что нет. Правящие политики, поклонники неолиберальной экономической философии пришли в тупик, к которому они не могли не прийти. Экономить, экономить на всем. Государство, возможно, дальше от экономики. Чем меньше государство вообще прикасается экономике, тем для нее лучше. Добьемся высокого кредитного рейтинга, к нам хлынут деньги с финансовых рынков, инвестиции. И мы станем богатые, как все богатые, кругом. Приводит это к стагнации. Этот путь уже много раз приводил к стагнации. Не было ни одного случая, чтобы такая экономика приводила к расцвету. 2% в год – это максимум. Последнее и очень яркое этому подтверждение – это развитие европейской еврозоны за последние полтора года. Существует эта стагнация. Все государства, которые в ней работают, следуя этому правилу, демонстрируют рост внутреннего улового продукта в районе 2%, а то и меньше. А еще недавно были вообще отрицательные проценты. Сейчас хоть вышли на какое-то положительное число. Это подтверждает, еще раз говорю, что без влияния государственных денег, без публичных инвестиций в развитие экономики, без поощрения потребительского рынка, спроса потребительского на рынок, невозможно развивать экономику. А чтобы люди пошли на рынок, у них в кошельке должно звенеть. Так вот, нужно оставить им в кошельке деньги. Они же эти деньги принесут потом в магазин, заплатят, и с этих заплаченных денег часть в виде НДС уйдет в бюджет. То есть, опять-таки, это будет как раз рост, приращение налоговых поступлений только через другие каналы, через другие виды налогов. Это очень важно. Больше того, введение прогрессивного налога означает сокращение издержек любого предпринимателя, потому что из данной заработной платы, которую он назначает по договору своему наемному работнику, он будет меньшее количество денег отчислять в виде налогов. И таким образом, у него будет меньше расходы, меньше издержки производства, он сможет больше сохранить оборотных средств для развития своего производства. Особенно это сильно будет проявляться для внутренних производителей, ну, для производителей, которые работают на внутренний рынок. Сельскохозяйственные производители не в последнюю очередь, потому что совершенно естественно, что покупают наши покупатели на рынке внутреннем, прежде всего, то, что тут же и потребляется буквально в тот же вечер. Это продукты питания, либо это вещи, которые мы носим на себе в течение года или двух. Все эти товары производятся или в стране самой непосредственно, если, допустим, продукты питания чаще, хотя, безусловно, мы очень много возим из-за границы, но, по крайней мере, это будет поощрять в таком случае внутреннее производство и будет способствовать этому самому пресловутому импортному замещению, о котором мы говорим давно, а значит увеличение экономической конкурентоспособности нашей страны. Это чрезвычайно важно. О том, что это будет способствовать выведению денег из тени, я уже говорил, потому что предприниматель будет меньше вынужден платить денег в виде очисляемых налогов за зарплату своих работников, если налоги на небольшие доходы, какими и являются, собственно, зарплаты наемных работников, станут меньше. Вот что очень важно. Конечно. Ну, я об этом и говорил. Да. Игорь Пивин, в студии 612-939, еще есть несколько минут, чтобы вы могли задать вопросы нашему гостю. Вот мы знаем, что регулярно госконтроль проводит ревизию в министерствах, в других учреждениях. И вот последнее заявление госконтролера, который говорит о том, что если бы все вот это правильно составляет бюджет, деньги бы использовались эффективно и целевым образом, то могло бы найтись еще несколько десятков миллионов евро. Вы с этим согласны или это какой-то популизм? Нет, ну это безусловно так, но это правда. Но я, например, я не знаю, как нужно каждое конкретное министерство поставить так, чтобы найти дополнительные ресурсы. То, о чем говорит государственный контроль, это сформулировано в требованиях была еще валютного фонда сразу с началом экономического кризиса. Нужно проводить внутренние структурные реформы. Чего не было сделано. Объединять департаменты, перераспределять служебные обязанности таким образом и ответственность, вводить меньше уровня иерархии в системе управления. Это все верно. Это тема отдельного разговора. Это задача промышленного и финансового менеджмента. Об этом это тема отдельного разговора. Честно говоря, я себя не чувствую в ней сильным, чтобы комментировать в деталях. Это все правильно. И это все наше правительство делать, кстати, умеет. Точно так же, как наше правительство умеет выжимать последние центы у людей, которые по каким-то причинам еще не оказались обложенными налогом. Скоро речь пойдет о том, что будут вылавливать людей. Ну, как вылавливать, это я, может быть, сказал очень, так сказать, высокомерно. Ну, прошу прощения, но не давать людям, которые до сих пор пытались каким-то образом подрабатывать где-то, делая ремонты, давая уроки ученикам в школе. То есть, думаете, что это все будет искренне? Это, в конце концов, все будет обложено и налогами, и, больше того, фискальный аппарат контроля за уплатой налогов рано или поздно доберется до каждого, до любой услуги. Я помню, очень давно еще в советское время мне довелось ездить в Нью-Йорк. Нас встретил переводчик, бывший советский гражданин, который ходил. Первым делом, что он сделал, когда он вошел в автобус, он надел такую большую картонку на веревочке себе на грудь. Потом я его спрашиваю, что это такое. Он говорит, а это, говорит, показатель того, что я на самом деле наглоплательщик, и что у меня все в порядке с налогами, потому что если я буду просто с вами ходить рядом, экскурсию вести, то ко мне подойдет финансовый инспектор на улице, заметьте, финансовый инспектор подходит на улицу и спрашивает, вот ты работаешь с экскурсоводом, а ты оформил свою работу? То есть налог заплачу или нет? Ну кому у нас в Риге придет в голову, как к экскурсоводу подходить? Гид подойти, да. Например, да. А теперь, видимо, придет. В Нью-Йорке, повторяю, это уже в порядке вещей было и 20-30 лет тому назад. Так что я полагаю, это наше светлое будущее. Так вот, это все как раз наше правительство умеет, но дальше наступает момент, когда все выжили. И вот здесь необходимо не выкручивать последние источники доходов, из людей, да, отбирать деньги последние, а мотивировать, создавать что-то новое, чтобы из новых доходов, которые посредством предпринимательской деятельности, мы могли бы получать большие доходы для бюджета. Мотивационная составляющая в нашей налоговой политике, ускользающая, это главный упрек нашему правительству. И когда вы заговорили о необходимости налоговой политики, реформы в нашей стране, то я имею в виду в первую очередь это. Мотивация у нас близка к нулю. А у нас звонки еще есть, успеем принимать. Одевайте наушники, Игорь, добрый день, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Я извиняюсь, если я повторюсь, если в течение программы уже вы говорили. Да-да, слушаю вас. У меня вопрос не относительно фискальной темы, а относительно общего стратегического развития нашей экономики. Скажите, пожалуйста, господин Грименов, почему у нас в государстве достаточно, я позволю себе сказать, громко с точки зрения маркетинга, рекламы и помпезно, ни разу, по крайней мере, вот сколько я себя помню, не обсуждалась тема кластерного развития экономики. В соседних, ну, относительно соседних странах, в Бельгии, в Голландии, в Люксембурге, в Швейцарии, там доходит до того, что целые города развивают один-два кластера и очень успешно живут. Вот говорилось отдельно, отдельными людьми об развитии каких-то отдельных отраслей, но, как бы, вот этого кластерного подхода, как бы, его, в принципе, не слышно. Почему об этом не хотят говорить? Нехватка политической смелости или в чем дело? Спасибо большое. Насколько я понял вас, кластером вы называете совокупность производств, подчиненных какой-то одной экономической задачи или производственной. Я возражу вам, не являюсь специалистом в микроэкономике, и, к сожалению, просто не имею возможности следить за последними новинками. Но присутствовала на некоторых конференциях, на которой выступали наши ведущие специалисты. Кстати, нынешняя министра экономики Дана Рейзница Озола пришла в политику из Венспаса, где она была одним из организаторов, насколько я знаю, вот такого, как вы говорите, кластерного предприятия, и получила там значительный авторитет, как знающий специалист, благодаря своей работе. О создании кластеров межгосударственных говорят серьезно, имея в перспективе создание кластеров, допустим, между Латвией, объединяющих предприятия Латвии и Эстонии, благо мы соседи. Это хорошие планы, это правильная технология, вопрос возникает о деньги, где взять. Мы, братья, возвращаемся к вопросу инвестиций. Источником инвестиций могут быть как бы основные два. Это либо финансовые рынки, частный капитал, либо это государственные инвестиции. Это финансирование экономики из банка развития. То есть кредитным учреждением, в которого вложены государственные деньги в основной капитал, но которое, благодаря тому, что оно кредитное учреждение, оно может на тех же рынках брать деньги в долг, превышающие в 7 раз, а то и больше, свои уставные средства. И тогда эти деньги можно, в свою очередь, вкладывать в адресно-перспективные отрасли развития, в том числе и в кластеры. До сих пор, не до сих пор, скажем так, последние 2-4 квартала количество инвестиций, уровень инвестиций в нашей экономике не растет, а падает. Почему подробно? Вот сейчас Ганемеля не готов говорить, но в частности это касается и одной из причин этого является и та финансовая политика, которую проводит правительство в последние годы. Но сам по себе подход, он обсуждается. Он просто не находится на слуху широкого слушателя радиоканалов и телевизионных передач. Он является предметом обсуждения специалистов в области экономики. Я думаю, что можно очень интересно привести разговор на этом же канале, на котором мы сейчас с вами встретились, на эту тему. Что мы, наверное, я думаю, и сделаем, поскольку, я так понимаю, что впереди еще обсуждение бюджета. У нас просто раскалывается телефон, а время совсем мало. Это говорит о том, что еще будем вас приглашать. Спасибо большое. Игорь Пименов был в студии, депутат Сейма, фракция Согласия. Спасибо вам за то, что пригласили.